МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Проходите. Заходите, проходите, развивайтесь. Будем знакомиться сейчас. Как нас зовут? Меня зовут Лера. Лерочка. А ты как? Антоша, правильно я послушала? Антон? А как? Артур. Артур. Ну, молодец, Артур. Разувайся. Давай помогу. Давай, за девушкой по-моему, ходи. Ага, Лерочка. Сестричка, да? Да. Проходите к нам в комнату. Это наша кухня в зало. Присаживайтесь, где хотите. Тебе, кому где больше нравится? Тебе здесь больше нравится? Где? Кому? Сестричка. И садись, Артурчик, сюда. Это у нас дядя Жора или дедушка Жора. Как вы живете, рассказываете? Ну, я занимаюсь волейболом. Ну, и мне еще нравится прыгать на скакалке. А тебе тут чем нравится? Играть мячик. Играть мячик любишь, да? В футбол? В футбол играешь. Бабушка почему вас интересуется? Она сама в интернате выросла. Ну, я тоже в интернате. Что интернат, что детский дом. Как говорится, одно и то же я. Поэтому вас прекрасно понимаю, как вам хочется домашнего тепла, уюта. А ты кем хочешь стать? Ну, я хотела сначала театрально поступить, в московский. А потом что-то передумала. Я хочу, что я Артура здесь брошу. Он потом думал, может, педагогический университет купить. Нашей семье уже в этом году будет 40 лет. У нас будет рубиновая свадьба. У нас там фотографии есть. А познакомились? Да, а познакомились мы в 13 лет. Да. Были в пионерском лагере. Видишь, сидит домовенок в погребенке. Погребочек такой с баночками. И там домовенок сидит. Это бисером вышито. А сейчас, видишь, я начала... Можно, конечно, пяльцы одевать на любую вышивку. Но вот это полотно. Оно накрахмалено. Почупай его. Оно накрахмалено. Аккуратненько иголочка заставлена. И тоже, видишь, по цвету нужно вышивать крестиком. Это мулине. Ниточка мулине идет специально. И ты вышивала, да? Ну, да. То есть навыки у тебя были, да? Да. Конечно, любое начало всегда тяжело и непонятно. А когда уже ты видишь, что у тебя получается, тогда дух захватывает от интереса, что у тебя картинка вырисовывается. Она становится ярче. И работа твоя тебе больше нравится. А когда ты бисером, ты представляешь, еще на ниточку, еще и надо бусинку одеть, когда бисером вышиваешь. Семья нужна детям, потому что дети, имея семью, они какой-то опыт перенимают у родителей. Они более в тесном контакте со своими родителями. Они больше ему мучатся. Потому что в группе, если, допустим, 20-30 человек, это представляете, каждому нужно подойти, у каждого свой характер, своя специфика. А уже в семье они больше приобщаются и к быту. На матерей не обижайтесь, перед разлукой у дверей не с ней с ними попрощайтесь. И уходить за поворот вы не спешите, и есть стоящий у ворот, как можно дольше помашите. Вздыхают матери в тиши, в тиши ночей, в тиши тревожной. Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. По вопросам усыновления, опеки и временной передачи в семью Леры и Артура обращайтесь по телефону 258 15 33.